Это мир собачьих пирожных. 8 видов печенья. Я в шоке! Я в шоке! Это просто мерзость. Ты будешь есть это? Серьезно, тебе это вкусно? Я в шоке. Сейчас мы для проверки положим что-нибудь еще. Привет, я Анимэджик, со мной это моя собака Юмичу. Киса Алиса и София ждут нас дома, потому что мы поехали в отпуск. Те, кто следят за нашими соцсетями, подписывайтесь обязательно на Телеграм, потому что в Телеграме вы узнаете все самыми первыми. Самыми первыми ребята из Телегии узнали, что мы в Мексике. Ну, а вы уже увидели это на канале, вы смотрели ролик, вы уже в курсе. И обязательно, конечно же, подписывайтесь на все остальные соцсети, на наш канал, потому что мы продолжаем упорно идти к 3 миллионам подписчиков. Я обнаружила тут то, что я подумала вам обязательно должно понравиться. Кондитерская для собак. Кошек, видимо, здесь не очень любят. И тут реально не очень любят кошек, потому что кошек здесь очень мало. А вот собак тут много. И даже, самое интересное, Чихуахуа. Тут даже есть штат Чихуала. Может быть, мы найдем твоих родственников и снимем видео встреча с семьей. Я, Зита, твоя сестра. О, боже. А ты, Гита, моя сестра. Думаю, я горбя. Если вы хотите больше интересных роликов от нас, чтобы мы за этот отпуск много тут всего прикольного для вас наснимали, ставьте лайк. 50 тысяч лайков и выйдет следующий ролик очень скоро. А в комментариях сегодня я попрошу вас написать свои впечатления, потому что... Кондитерская для собак. Что там вообще продается? Я просто видела, в России у нас продают собачий шоколад и у нас продают мармелад кошачий. Вот как бы все. Я просто не могла это обойти стороной. Это мир собачьих пирожных. Посмотрите, только посмотрите. Это морковный торт. Это вот такое вот пирожное. Это типа пицца. Это в виде косточки. Еще одни пирожные. Вот их сколько много. Самых разных пирожных. Есть вот такие вот в больших упаковках. Кости. Самые разные. Короче, мы наберем... Ой, как оттуда вкусно пахнет, как будто это сладости для людей. Это вреднятина. Здесь, кстати, самообслуживание. Вот такой пакетик, такими щипчиками. Я сейчас наберу разных пирожных. Маленькие стоят 35 за 100 грамм, а большие стоят 50 за 100 грамм. Песо. Итак, тут 8 видов печенья с этой стороны. Все они стоят 27,5 песо за 100 грамм. Такое печенье есть в виде сердечков, в виде вот таких вот косточек. Тут, кстати, вот здесь снаружи нарисовано, какие есть. Типа шоколадного. Еще сердечки. Я наберу всех прям по чуть-чуть в пакетик. Тут есть вот такая специальная штучка. На этой стороне еще печеньки уже других видов. Мы потом их все поближе с вами разглядим, посмотрим, когда будем пробовать. Мы с Юмичу набрали ей печенье всех видов попробовать. Вот этот, кстати, меньше всех. Видимо, его больше всех берут за такие вот розовые сердечки, косточки. Здесь в кондитерском отделе есть еще вот такие вот пирожные. Это в виде сердечек разных цветов. Розовые, голубые, фиолетовые. Вот такие вот звездочки сиреневые. Розовые, желтые, голубые. Вот такие вот всякие вкусняшки. Стоят они по 40 песо за 100 грамм. Цветные косточки по 40 песо тоже. Также в собачьем кондитерском за 250 песо можно купить 680 грамм очень интересно выглядящего собачьих печенюшек. То есть это печеньки, в которых внутри начинка. Тут же из собачьих сладостей за 80 песо продаются вот такие вот вкусняшечки. За 480 песо вы можете купить вот такую вот типа овсянку, хот-доги в упаковочке. Такие типа сосисочки, мини-сосисочки написано за 70 песо. За 140 песо есть вот такие вот пончики. Вкус утки с вишней, а это вкус говядины с ягодами. Из говядины сделаны вот такие вот шоколадочки. За 100 песо мясные вафли за 90 песо. Короче, это хрустящее печенье вот такое. Консервы со сладкой картошкой. Арахисовая паста. Такие же есть в баночках, но банки больше и дороже. Возьмем один из видов попробовать. При том, что я противник всяких вкусняшек для животных, я за ЗОЖ собачий и человечий тоже. Но у нас сегодня праздник. Иногда можно себя побаловать, да? Поэтому сегодня мы с Юмичу будем дегустировать. Ну, я же мэджик, я не могу не поесть собачьей еды. Да, Аня. Не пахнут как человеческие, а не пахнут сладостями. Это странно, что они туда добавляют. Ведь сахар и вообще сладкое животным нельзя. Может быть там просто ароматизаторы, а сахара нет. Ароматизаторы и красители, скорее всего. Надеюсь, я не просижу всю ночь в туалете потом. Итак, собачье Орео. Мне кажется, Юме нравится запах. Она облизывает печеньку. Это мой первый опыт, первая проба. Первая проба, подожди, подожди. Ой, как нравится-то. Ой, как хочется-то, да? Ага, она такая твердая. Я ее не разгрызу, я сломаю себе зубы. Она вообще твердая очень, подожди. Ну, конечно же, это не похоже на человеческое печенье. Если честно, это не очень вкусно. Но и не сладко. И вообще очень странный привкус у этого. Почему оно пахнет сладким и... Ладно, ладно, маленький кусочек. А у Юмичу получше зубки. Сначала попробую их. Я ставлю оценку, что лучше, что хуже, что вкуснее, что нет. И потом мы даем Юмичу. И посмотрим, выберет ли она то же самое, что выбрал человек. Или она выберет что-то другое. Пробуем мини-орио. Розовое реально на вкус как клубника. То есть там действительно ароматизатор. И оно даже сладенькое. Я не верю, что они кладут туда реально просто сахарный сироп для собак. Я надеюсь, что они этого не делают. Это, конечно, просто безумная индустрия. Вкусняшек самих очень много. А сладости и кондитерская это отдельная. Мука, я не знаю, из корма собачьего они это делают или что. К сожалению, состав прочитать нам не удастся. Потому что это все продается на развес. Там ничего не написано по составу. Так, Юми, нет, не воруй. Я пробую зеленую рассыпчатую вкусняшку. А у нее прям другая структура. То есть она прям рассыпчатая. Ммм, это очень вкусно. Я в шоке. Я ем вкусную собачью вкусняшку. Она реально вкусная. Сладкая и даже немножко мятная. Дальше я попробую рассыпчатое такое же сердечко. Неужели это хлеб? Ну не может же быть это выпечкой. Оно вкусное. Оно реально как человеческое. Я в шоке. Окей, пробуем вот эту черную штучку. Она пока что самая вкусная. Это на вкус не похоже на собачью еду. Это похоже на человеческое печенье. И это пугает. Окей, пробуем сердечки. Сердечки твердые. Больше похоже на какие-то таблетки, конфетки. Теперь попробуем маленькие косточки. Ой. Они очень твердые. С очень ярким апельсиновым вкусом. Вот это оранжевое, просто апельсин какой-то. Фиолетовое со вкусом черники. Они реально туда добавляют ароматизаторы. Пробуем маленькие сердечки. Они такие между чем-то рассыпчатым и чем-то твердым. Очень хочется. Юмичу, я специально тарелку повыше держу. Все цветные круглые печенюшки. Ммм. Очень сладкое. А вот сверху этих кругляшек как будто пастила или что-то такое. Оно немножко тянучее. Это очень странно. Я в шоке. Просто я честно скажу, я думала на вид они как собачьи. Как вот мы делали торт для собаки, да. На вид он выглядит как сладость. Но на самом деле это мясо с рисом. А это все сладкое. Это очень странно. Ладно, пробуем баранку. Ммм. Баранка, кстати, самая не сладкая. Ладно, у нас впереди еще более шокирующие пирожные, которые вы сегодня увидите. Поэтому давайте заканчивать с этими конфетами и печенюшками. Я дам попробовать выбрать Юмичу. Посмотрим, что она выберет. Я распределила их по местам, по вкусу, как мне понравилось. Юмичу нельзя подбирать с пола. Поэтому она не понимает, можно ли или нельзя. Можно, Юми, можно. Кушай, давай, пробуй. Какую ты хочешь. Какую ты хочешь, Юмичу. Так, первой Юмичу взяла конфетку все-таки. Вот ту, которая еле жуется, еле грызется. Мне она не понравилась. Она у меня на третьем месте с конца. Но Юми взяла первым сердечко. Все-таки косточки маленькие, вот эти вот, которые у меня на серединке. Она их понюхала в самый первый раз, когда только я ей сказала, выбирай любую. Что ты хочешь? Самую сладкую. Ладно, все. Хватит. Нет, нет, не доедай, Юми. Ладно. В общем, наши вкусы не очень совпали. Чурос. Это такой вид вкусняшки. Вот так выглядит человеческий чурос, а это типа собачий. Чурос, конечно же, придумали это американцы. Американцы, вообще, они любят очеловечивать животных очень сильно. А у мексиканцев, как бы, это от американцев пришло все. И даже этот магазин, он, скорее всего, больше американский, чем мексиканский. Мексиканского там не так много. Скорее, там больше американские марки. Если вы помните наши ролики. Пиво для собак, вино для кошек. Это все американские выдумки. Это тоже что-то вроде такого десерта, печенье. Кристаллики такие, они очень похожи на сахар. Но это явно не сахар, они квадратные. Это какая-то добавка, которая якобы, видимо, заменяет сахар. В общем, я пробую саму печеньку. Печенька, как я понимаю, во всех трех случаях одинаковая. Это просто человеческое печенье. Я в шоке, просто в шоке. Юмичу лижет это просто как мороженку. Кстати, про мороженку я забыла купить. Давайте я просто сделаю какие-нибудь сторисы и видео в Телеграм, и в Инстаграм, или ВКонтакте куда-нибудь. Реакцию Юмичу на собачье мороженое. Я очень хочу попробовать то, что содержит в себе, как бы выглядит, как шоколад с сахаром. Это просто мерзость. Вот эти куски, которые хрустят, вот это вот что-то, что в виде сахара, оно реально очень сладкое, и оно неприятно хрустит на зубах. Это не похоже на шоколад. Я не знаю, что это за коричневая паста. Все целиком я не дам тебе. Я дам тебе кусочек попробовать, просто попробовать. Вот кусочек, где есть и такой шоколад, и такой. Мне кажется, я слишком большой кусочек тебе дала. Юмичу ест все с удовольствием. По мне это как с детьми и вредной едой. Если ребенку предлагать вредную еду, предлагать ему чипсы, кормить его сладостями, вкусняшками, то он не откажется. Он, конечно же, будет с удовольствием все это есть. И спробую арахисовую пасту для собак. Несмотря на то, что эта арахисовая паста сделана в Мексике, вообще это придумали американцы, конечно же. Арахисовая паста в Америке считается одним самым излюбленным лакомством вообще для собак. Они очень часто дрессируют собак на арахисовую пасту, причем даже не всегда на собачью. Это специальная собачья, купленная в собачьем магазине. Пахнет она реально как арахисовая паста. Напишите в комментариях, ели ли вы когда-нибудь арахисовую пасту для людей. Просто я, например, обожаю арахисовую пасту, особенно если она кранчи, то есть с кусочками арахиса. Это мое безумие, от этого просто можно разжиреть, если есть это каждый день, а я могу съесть реально целую банку одна. Юми уже сходит с ума. На вкус это арахисовая паста без сахара. Это и есть просто обычная арахисовая паста. То есть на самом деле она бы могла продаваться в обычном магазине, потому что она совершенно на вкус обычная. Ну как, Юмичу, хочешь попробовать? Тебе нравится, судя по всему, арахисовая паста, да? И из-за этого, мне кажется, Юми смешно облизывается. Она такая тянучая, тягучая, и не очень удобно есть ее. Да? Ты поэтому так смешно облизываешься? Поэтому, я поняла, они поэтому снимают реакцию собаки на арахисовую пасту. Потому что собака вот так вот странно облизывается. Посмотрите, насколько у Юми вылазит язык. Да, американские собаки очень любят арахисовую пасту Юмичу. Вот интересно, если предложить еще раз, она еще будет есть это? Ты будешь есть это? Серьезно, тебе это вкусно? Покемон, тебя не унесет от такого количества вкусняшек-то, а? Нет уж. Да, арахисовая паста Юмичу очень понравилась. Вы это слышали сейчас? Вы слышали это сейчас? Это была отрыжка. Пузень, 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 пузень. А кто стоит на задних лапах? Это пирожные разных видов. Морковный торт, какая-то еще пироженка, пицца, куриная косточка, еще какая-то вкусняшка, бейсбольный мяч вот такой вот, гамбургер. Короче, их много. Если честно, я не стала покупать все варианты. Там еще были огромные такие для больших собак, там еще были какие-то штуки. Их там очень много самых разных видов. Они все похожи. И поэтому я попробую. Мне вот интересно, из чего сделан верх. Что они туда добавляют? Это очень сладкое. У меня зубы сводит. Сверху какая-то помадка, она очень твердая. Все эти красители, все эти цвета, я понимаю, что типа людям можно, а почему собакам нельзя? А почему собакам нельзя? Ароматизаторы и красители тоже можно? Они же тоже как люди. Толерантность. Защищаем права животных. Они имеют право есть ароматизаторы и красители. Серьезно, да? Морковный торт на вкус, как тесто с морковным кремом каким-то странным. Сейчас я попробую еще бургер. Эти собачьи пирожные разные на вкус. Я в шоке. Получается, что несмотря на то, что все они сладкие, несмотря на то, что все они визуально похожи, они реально разные на вкус. Поэтому у меня есть четкое ощущение, что они добавляют туда просто красители и ароматизаторы. Даем пробовать Юме. Что она выберет? Юме можно. Мне кажется, Юме просто тупо не хочет. Ее так унесло, видимо, от арахисовой пасты. Посмотрите на ее глаза. Юме кушай. Бери, Юмичу. Сейчас мы для проверки положим что-нибудь еще сюда. Понятно. Косточку Юме маленькую все-таки взяла. Неужели ей не интересны остальные вот эти пирожные? Я просто не верю. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Я выйду из комнаты и посмотрим, будет ли Юмичу что-нибудь из этого есть. Вот такой вот был эксперимент Юмичу. Даже не стала есть эти вкусняшки. Видимо, они реально не нравятся. А вот арахисовая паста, это просто какой-то кайф. Чем проще вы кормите собаку без всяких лакомств, вкусняшек и всего, тем лучше. Да, иногда можно побаловаться. Ставьте обязательно лайк. Набираем 50 тысяч лайков. И следующий ролик еще более интересный выходит очень скоро. Обязательно пишите в комментариях свое мнение. Продолжение следует...